Хороводы, стихи, песни и танцы. И все о ней, о матрешке. В детском саду «Родничок» провели концерт, посвященный русской народной игрушке. Воспитатели детского сада «Родничок» совместно с детьми провели творческое мероприятие, посвященное одному из самых ярких символов России – матрешке. Концерт стал завершающим этапом проекта, целью которого было познакомить детей с историей возникновения, видами и особенностями росписи русской матрешки и деревянной ложки. Концерт – это был финал нашего проекта, проект «Матрешкины потешки». Это фольклорный праздник, небольшой фольклорный, в рамках того, что мы можем сделать. Хочется детей приобщить просто к народной культуре. И самое доступное, что мы можем сделать – это матрешки рассказать им и про ложки деревянные, так как они у нас в быту часто встречаются, дети их часто видят. Для того, чтобы ребятам было интереснее изучать историю ложек и матрешек, воспитатели демонстрировали им старые мультики, в которых наглядно показано, как создавались эти символы России. Детям это было очень интересно, поэтому, приходя домой, они делились своими новыми знаниями с родителями, которые совместно с воспитателями также приняли участие в подготовке концерта. Родители шили нам сами костюмы матрешек, именно сарафанчики, которые в косыночках. Это родители нам шили. Родители готовили выставку, то есть сами выставку матрешек и выставку ложек. И, естественно, работали воспитатели. Воспитатели проделали очень большую работу. Они работали с родителями, они их организовывали, они им показывали, что нужно делать и как, они их консультировали. Да, конечно, спасибо огромное и родителям, они молодцы, они принимают активное участие, им тоже нравится, что детей привлекают к этому, учат их, что, ну не знаю, вот им очень понравилось, особенно детям. Ну и нам, конечно же, тоже. Поймать и удержать внимание маленьких детей довольно трудно, поэтому без сложности на репетициях не обошлось. Но высокий профессионализм педагогов и желание детей принять участие в концерте в итоге привели к отличному результату. Яркие костюмы, грим, хорошее настроение гостей и маленьких артистов создали в актовом зале уютную творческую атмосферу. Нет, конечно, дети, когда все это мы начинаем репетировать, когда они приходят на первую репетицию без костюмов, это еще смотрится тогда невзрачно. Когда мы начинаем уже им показывать костюмы, как это все будет выглядеть, конечно, у них начинается и я хочу, и я, и я хочу, и на ложках, и хочу, и туда, и домой. Они просят родителей, купи домой ложки, будем дома играть, давайте. Ну и мы как бы привлекаем к тому, чтобы они дома и родителям это показывали, и дома пели песни вот эти все русские народные, потому что сейчас, знаете, да, в нашем мире сейчас что они поют, какие песни. Поэтому мы вот хотим, чтобы они вот привлекались к русской народной культуре, да. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А вам понравилось участвовать? Да, я рассказываю стихи, пела, танцевала, пела. Я пела, танцевала. В современном мире, где большое количество внимания детей занимают различные гаджеты, просто необходимо развивать в маленьких людях познавательный интерес к творчеству и культуре России, способствовать развитию их фантазии и наблюдательности, пробуждать в них тягу к искусству. В представленных на концерте номерах воспитанники детского сада «Родничок» смогли раскрыть свой творческий потенциал и порадовать зрителей красивыми выступлениями.